Друзья, очень часто, когда я выхожу утром из подъезда на работу, вижу картину, как одни автолюбители пытаются помочь другим автолюбителям завести их автомобиль с помощью прикуривания, с помощью проводов для прикуривания. Но когда я вижу, как это делается, а делает это зачастую по старинке, то есть плюс к плюсу, минус к минусу, автомобиль донора работает, автомобиль пациента пытается завестись. Я понимаю, что, возможно, с высокой долей вероятностью, без сюрпризов не обойдется. И таки да, часто вечером в чате нашего дома я вижу просьбы посоветовать какого-то грамотного автоспециалиста, автослесаря, который поможет восстановить сгоревшую электронику. Либо свет, либо магнитолу, либо ЭБУ, либо еще что-то. Почему так происходит? Потому что современный автомобиль начинен очень чувствительной электроникой. И если вот эту процедуру прикуривания делать неправильно, то высока вероятность, что что-то сгорит. Так вот, друзья, в этом ролике я покажу вам универсальный способ, как сделать так, чтобы прикурить товарища, помочь ему на дороге и, соответственно, не причинить никакого вреда ни своему автомобилю, каким бы современным он ни был, ни автомобилю пациента. Итак, поехали. Давайте начнем с небольшой теоретической части. Итак, что мы должны сделать, чтобы прикурить автомобиль пациента? Подъехать к нему вплотную, открыть оба капота. И, что немаловажно, заглушить автомобиль донора. Дальше мы начинаем плюсоваться. Берем плюсовой крокодил и присоединяем его к плюсовой клемме автомобиля донора. То же самое, обратную сторону крокодила плюсового присоединяем к плюсовой клемме автомобиля пациента. Дальше минусуемся, но с нюансами. Минусовой крокодил к минусовой клемме автомобиля донора. А уже у пациента минусовой крокодил мы цепляем к какой-то массивной, неокрашенной металлической части кузова. Как правило, это шпилька стойки, либо какой-то массивный кронштейн, например, который крепит двигатель к кузову автомобиля. Это тоже очень важный нюанс. Далее мы заводим автомобиль донора. Если спешите, подождите 3-5 минут. Если спешки нет, оптимально подождать 10-15 минут. В этот момент аккумулятор пациента как бы немножечко оживает. И что немаловажно, друзья мои, пока это происходит, нужно подойти к любой двери автомобиля пациента и открыть окно. Зачем? Дело в том, что когда аккумулятор оживает, бывает, что сигнализация немного глючит. И она может попросту закрыть, заблокировать двери автомобиля пациента. И тогда будет, конечно, веселый танец с бубнами. Открываем окно и спокойненько дальше ждем, пока аккумулятор пациента оживает. Далее, друзья мои, очень важно. Глушим автомобиль донора. Берем прям ключи себе вот прям в руку, чтобы они были у вас вынуты из зажигания. И пытаемся завести автомобиль пациента. Как только автомобиль пациента заводится, вы в обратной последовательности снимаете минуса, затем снимаете плюса. Я еще покажу, как это правильно делать. И все счастливы. Ничего ни у кого не сгорело. И вы можете двигаться по своим делам. Итак, друзья, сам процесс. Подъезжаем автомобилем донора к автомобилю пациента. Встаем вплотную, открываем оба капота и глушим автомобиль донора. Начинаем плюсоваться. Плюсовой крокодил к плюсовой клемме. Здесь плюсовой крокодил к плюсовой клемме. Здесь минусовой крокодил к минусовой клемме. Здесь минусовой крокодил к какой-то выступающей неокрашенной металлической части. Вот шпилька стойки автомобиля. Самое хорошее, самое надежное, самое видное крепление. Далее, друзья мои, заводим автомобиль донора. Автомобиль донора заведен. Он потихонечку дает заряд в аккумулятор автомобиля пациента. В этот момент мы можем попытаться открыть одно из окон автомобиля пациента. Или попросту, если это невозможно, например, все заморожено, открыть дверь и оставить ее открытой. На всякий случай, чтобы сигнализация автомобиля пациента нечаянно не заблокировала все двери. И мы не начали волшебный танец с бубном. Все, друзья мои, прошло где-то 10, наверное, минут. 11, может быть. Глушим автомобиль донора. Что очень важно, глушим и вынимаем ключи, чтобы они у вас были в руке. И нигде иначе. И тогда нам не страшна проблема с какой-то перегоревшей электроникой. Попытаемся завести автомобиль пациента. Проверяем все контакты, чтобы все было четко. Здесь все четко. Здесь все нормально. Здесь все за массу. Цепляется кабель. Заводим. Так, смотрим. В принципе, автомобиль ожил. Пытаемся. Есть. Автомобиль. Пациента завелся. Все хорошо. Сейчас подождем 30 секунд. И можно уже в обратной последовательности снимать кабели. Итак, в обратной последовательности снимаем минус. Делаем так, чтобы он никуда не попадал, соответственно. А как это сделать? Это сделать надо аккуратно. Здесь тоже самое. Сняли. Снимаем плюс. Тоже аккуратно. И здесь тоже сняли плюс. Все, друзья мои. Никаких проблем. Ничего не сгорит. И все всегда будет четенько. Итак, друзья. Специально сделал вот такую инструкцию. Можете сделать стоп-кадр. Эту же информацию оставлю в описании к ролику. Первое. Все сам. Ну или сама. Не позволяйте никому лезть к себе под капот с проводами. Подъехал к больному. Открыли капот. Заглушили свой двигатель. Плюсуемся. Плюс к больному. Плюс к себе. Далее минус к себе. Минус на массу к больному. Завел себя. Ждем хотя бы 5 минут. Оптимально 10-15 минут. Ничего не делаем. Аккумулятор пациента оживает. В это время можно открыть окно. Или же если оно не открывается. Все, например, заледенело. Открыть какую-то дверь больного. Для того, чтобы сигнализация не заблокировала двери. Глушим свой двигатель. Вынимаем ключи. Держим их в руке. Больной пытается завестись. Как только завелись. Снимаем минуса. Снимаем плюса. Алис, друзья мои. Ничего никогда не сгорит. Ну и, наконец, схема подключения. И, соответственно, отключения. Потому что многие спрашивают. Какой крокодил первый? Какой второй? Как подключать? Как отключать? Вот, пожалуйста, взгляните. Первый крокодил плюс больного. Второй крокодил плюс к себе. Третий крокодил минус к себе. Четвертый крокодил минус к больному. Отключение в обратной последовательности. Если будете придерживаться этой схемы, этого алгоритма, никогда у вас ничего не сгорит. Спасибо за внимание. Помогайте другим на дорогах. И это вернется вам с торицей. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok